МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие-то предписания уже сейчас начинаете выдавать городским властям и по краевым дорогам, как ситуация? Потому что вы за край отвечаете. Да, работа в этом направлении ведется. Сотрудники инспекции дорожного надзора ежедневно фиксируют соответствующие нарушения, составляют акты, которые впоследствии направляются в органы муниципального образования как по городу Красноярску, так и по другим муниципалитетам, так и собственникам, владельцам дорог. Это Краевое управление дорог и Федеральное управление дороги Енисей. В настоящий момент на территории города Красноярска зафиксировано порядка 456 выбоин, по которым приняты меры реагирования. Возбуждено 7 дел об админициативном правонарушении в отношении собственника дороги. 456 это в Красноярске или в целом по краю? Это только в Красноярске. Только в Красноярске. И это с того момента, как сошел снег. Да. Вот по сравнению с прошлым годом не вспомните, много это или мало? Ну, здесь сравнение приводить как бы нецелесообразно. Мы помним, какая была весна в прошлом году. Она была гораздо затяжная, не было таких резких перепадов. Ведь почему у нас уходит где-то асфальтовое покрытие? То, что из-за перепада погоды и перехода температуры через ноль, вода замерзает, тем самым попадает в те расщелины, которые имеются в асфальте. И, соответственно, после того, как начинает кристаллизироваться, асфальт выдавливает силой льда. Поэтому это и происходит. Сейчас предписание дальше. Через какое время будете проверять, устранили их или нет? И может какие-то меры принимать? Ну, прежде всего, мы прекрасно понимаем, что должны быть объективные сроки устранения. В этом году, вы, наверное, слышали, что уже по многим объектам мэрия города Красноярска провела аукционы. И подрядчики готовы к наведению ремонта. Единственное, сейчас мы ждем тех благоприятных погодных условий, чтобы эти работы проводить. И как только наступят оптимальные климатические условия, эта работа начнется как на территории города, так и на территории других центров. Ну, вы сами же ездите по дорогам? Конечно, ездим. Ну, вот видите, чисто даже визуально, на ваш взгляд, в каком состоянии находятся наши дороги? Да, безусловно. Наши дороги оставляют желать лучшего. Но здесь это также комплексная проблема, которую должны решать органы местного самоправления. Ведь не все участки дорожного полотна, которые находятся как на территории города, так и других населенных пунктов, имеют те же самые ливневые канализации. А это все приводит к тому, что во время перепадов, как я говорил, асфальтное покрытие разрушается. Алексей Викторович, все мы знаем, что нас ждет большой ремонт. У нас там до универсиады совсем немного времени осталось. Будет перекрываться фактически весь центр города. Вот есть ли уже эти планы перекрытия, как будете работать? В настоящий момент работа по графикам и срокам перекрытия еще ведется. В группе, которая этим занимается, входят также и сотрудники госавтоинспекции города Красноярска. Безусловно, без трудностей не обойдется, потому что довольно-таки большие объемы работ, которые необходимо будет выполнить. Прежде всего, сотрудники госавтоинспекции будут обеспечивать регулирование дорожного движения. Но еще раз хочу обратиться, как и в прошлом году, о том, что приоритет, прежде всего, будет отдаваться общественному транспорту. Поэтому совет жителям города Красноярска, а также гостям, которые приезжают, по возможности использовать общественный транспорт, чтобы не создавать затруднения в движении, и чтобы работы шли быстрее, а также, чтобы действительно не опоздать на работу, то есть добраться более комфортно. То есть какие-то дополнительные наряды будете привлекать на летний период? На основных ключевых магистралях, где будут возможны непосредственно затруднения, там будут работать сотрудники ДПС. Хочу с вами поговорить вот о чем. Повод для обгона. С 3 апреля стартует федеральная такая социальная кампания. Почему наш регион выбран для ее проведения? В чем основная суть кампании? Всего в этом проекте участвует 10 субъектов. По Сибирскому федеральному округу это Красноярский край и Иркутская область. Почему выбран именно Красноярский край? Довольно-таки протяженные дороги, у нас загородные дороги, где, к сожалению, происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с нарушением правил обгона и выездом на полустречные движения. Расскажите, да, подробнее о сути, наверное. Только за прошлый год, как я и говорил, произошло более 450 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полустречные движения и обгона. Цель этой акции затронуть практически все аудитории, это и школьников, и действующих водителей, будущих водителей, а также пенсионеров. Обратить внимание на те условия и ту безопасность, которая необходима для безопасного совершения маневра обгона. В рамках этой акции будут проведены соответствующие курсы, тренинги, как практические занятия будут проводиться с водителями автобусов, с водителями транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, так и непосредственно демонстрироваться соответствующие ролики и проводиться тестовые занятия. По максимуму будет охвачено порядка 20 учебных заведений, 4 автопредприятия, в которых имеются водители, а также автошколы, сеть автозаправочных станций, автовокзалы, ЖД-вокзалы, то есть везде будут проводиться соответствующие мероприятия, чтобы массово донести проблемы и пути решения именно данной ситуации, связанной с нарушением правил обгона. 450. Вот в общей статистике это много? Ну, общее количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полустречное движение обгона, это примерно 20% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, которые были зарегистрированы на территории края в прошлом году. Вот думаете, таким образом водителям удастся донести, чтобы они лишний раз подумали, прежде чем совершить какой-то маневр на дороге? Безусловно, цель этой акции именно направлена на это, чтобы донести до людей, чтобы по возможности они соблюдали правила дорожного движения и выезжали без надобности и в тех местах, где запрещено на полустречное движение. На этой неделе на опасном переходе, вернемся к Красноярску, установили фигуру ребенка. Мотив там в целом понятен. Опасный перекресток, где часто происходит ДТП. Водители видят ребенка, ну что делают, понятно, снижают скорость, если увидели. Насколько эффективны такие приемы работают? Вот потом, если привыкнуть условно, и будут знать, что там всего лишь муляж, будут потом просто мимо проезжать, вот эффект привыкания просчитывали? Прежде всего, данный непосредственно ребенок установлен. Он мобильный, он передвигаться может, используется на любом другом пешеходном переходе. Поэтому он будет перемещаться, чтобы не вызывать, соответственно, привыкание водителей. Но прежде всего он направлен именно на то, чтобы водители обращали внимание при подъезде к пешеходным переходам. И здесь еще суть одна, если вы видели, что ребенок стоит с поднятой рукой. Мы прекрасно понимаем, изучая те материалы дорожно-транспортных происшествий, которые к нам приходят, что в настоящий момент при переходе пешеходных переходов как взрослые, так и дети не понимают, что транспортному средству необходимо остановиться, когда они их заметят. Многие, если вы видели те же самые ролики, переходят, играя в телефон, кто-то в наушниках, кто-то в капюшонах. В наушниках спокойно вот так вот раз шагнул и пошел. Да, безусловно. Поэтому цель этого, грубо говоря, макета именно для того, чтобы еще и пешеходы сами были более заметны. И мы хотим, чтобы пешеходы, подходя к проезжей части, к пешеходному переходу, дали знак водителю, что они готовы переходить, а это поднятием руки вверх. Поэтому данный макет таким образом и смоделирован. Безусловно, даже общаясь сейчас с водителями, когда мы опрашивали водителей, как они, да, действительно, мы видим, начинаем притормаживать. Пройдет некоторое время, мы будем мониторить и будем перемещать его на другие опасные участки. Ну, то есть здесь такая двусторонняя акция. С одной стороны водителя, а с другой стороны пешеходы должны тоже понимать, что не просто шагнул и пошел. Ну, действительно, пример. То есть стоит этот макет с поднятой рукой. Безусловно, и ребятишки на это обратят внимание. И, наверное, это будет восприниматься ими положительно, не подходя. Мы, по крайней мере, надеемся, что при переходе будут все-таки поднимать руку, чтобы стать заметнее на пешеходном переходе. Хочу с вами поговорить еще о светофорах. В Красноярске недавно на перекрестке улиц Маркса и Винбаму установили такие светодиодные ленты, которые дублируют сигналы, загораются там красным или зеленым. Еще один эксперимент. Вот буквально на прошлой неделе обсуждали автоматическая настройка сигналов в зависимости от потока машин. Насколько вот такие вещи, такие эксперименты эффективны, на ваш взгляд? То, что касается светодиодных лент, этот вопрос был с нами согласован. Прежде всего, это направлено на то, чтобы повысить и привлечь внимание водителя. Да, действительно, это необычный светофорный объект, но люди на него обращают внимание, тем самым более воспринимают действующие сигналы светофора, останавливаются и начинают движение, когда загорается зеленый сигнал светофора. То, что касается второго вашего вопроса, но это адаптивная система управления дорожным движением, она в ряде уже больших агломераций реализована. Взять Москва, Санкт-Петербург, Казань. Поэтому принято решение в сфере оптимизации дорожного движения, сокращения заторовых ситуаций, этот проект реализовывать и на территории города Красноярска. Первоначально подключены к этой системе будут основные перекрестки центральной части города, Октябрьского, Советского района. В дальнейшем все светофорные объекты, которые находятся на территории города Красноярска, будут к нему подключены. Проект рассчитан на ближайшие три года. Алексей Викторович, начинали уже тестить адаптивную систему? Пока она находится в разработке. Единственное, есть один участок, компания, которая занимается обслуживанием светофоров в городе, на данный момент работает в этом направлении. Действительно, есть положительные стороны, то, что пропускная способность той улицы, на которой она работает, увеличивается. На какой? Это район непосредственно улиц Копылова, Красной Армии и в районе перекрестка Ладок-Ицхавеля. То есть еще немножко потестируют и скоро более массово начнут водить? Ну, действительно, просто так нельзя это наложить и как-то компьютером рассчитать. В любом случае, как раз идет настройка всех параметров, потому что там вырабатывается несколько режимов управления. И, как вы правильно сказали, все зависит от потока транспорта. Потому что нельзя... Раньше, если эта система работала на временных промежутках, то есть утром один режим, вечером другой режим, сейчас режимы могут поменяться от количества транспорта за 5-10 минут. Все зависит от того, какие массовые мероприятия где-то проводятся, где-то проводятся какие-то встречи. И именно эта система направлена на то, что отслеживать транспортный поток и по движению, уплотнению, либо уменьшению транспортного потока, соответственно, включать те или иные сигналы светофора. Когда почувствуем результаты? Я думаю, что прежде всего к октябрю месяцу непосредственно первый пилотный проект должен заработать. И мы после ремонта дорог, настройки светофоров ощутим более комфортное передвижение по городам Красноярска. Спасибо вам большое, что пришли к нам. В гостях у меня был сегодня Алексей Викторович Членов, руководитель управления ГИБДД России по Красноярскому краю. Говорили о ямочном и дорожном ремонте, а также об организации движения. В студии для вас работала Елена Бурасова. Это была программа интервью. До встречи в эфире.